Дорогие друзья, у меня состояла встреча в Ленинском депо Саратов гор электротранспорта и хочу еще раз подчеркнуть, вопросы связанные с развитием этого предприятия на особый контроль поставлены. Мы договорились вместе с мэром взять шерство и решать проблемы, пока они существуют и сделать все для не только сохранения предприятия, но и его развития. Основные темы, которые сейчас нам обязательно надо брать и решать, это повышение заработной платы. Средства найдены, все приказы и решения должны быть приняты до 1 сентября. Заработная плата водителя, троллейбуса, трамвая должна быть не ниже 30 тысяч. Это заработная плата тех, кто приходит впервые работать водителем. Что касается тех, у кого есть стаж, опыт, классность, понятно, что заработная плата будет выше, существенно выше. Проблема еще одна, о которой говорили водители, руководство саратского предприятия гороэлектротранспорта, это подвижной состав. Он не только морально, но и технически устарел. Если говорить о троллейбусах, необходимо 166 троллейбусов, из которых на сегодня только 17 имеют ресурс работы, им меньше 10 лет. Все остальные в таком возрасте, которые требуют серьезного ремонта и обновления. Поэтому мы обсудили возможные пути решения этой проблемы. Их три. Первый путь – закупить новые троллейбусы. Учитывая, что троллейбус сегодня стоит от 20 миллионов и выше, для того, чтобы приобрести 150 троллейбусов, необходимо 3 миллиарда. Деньги действительно огромные, их нет. Ни у города, ни у области. И под решение этой задачи, просто этим путем, мы вряд ли что-то достигнем для того, чтобы транспорт обновить. Второй путь, который для нас является приемлемым, это участие в лизинговых программах федерального уровня, где можно за счет дотации из федерального бюджета и, соответственно, той части, которую должен находить регионный город, приобретать новый троллейбус уже за 8 миллионов. Видите, какая разница? Да, для нас это выход, и мы могли бы, именно используя лизинг, обновить существенно парк троллейбусов. Но область и город проиграли конкурс на участие в лизинге, заняв 30 место, а в лизинге остались участвовать только порядка 6 регионов. Мы договорились, что регион вновь подает заявку на участие в лизинге. Со своей стороны буду оказывать поддержку с тем, чтобы мы в этот проект вошли. И в этом случае у нас появляется возможность приобретать новый транспорт, заказывая его и у нас в Энгерсе, и в других регионах, для того, чтобы уже с иголочки новенькие троллейбусы пришли в наше саратовское предприятие Горэлектротранса. В этой ситуации нам надо смотреть какие-то новые возможности, потому что если нет больших денег, если проиграли конкурс, не стоять же на месте и не ждать, когда от троллейбусов останутся одни колеса, а дальше предприятие встанет. Поэтому в ходе встречи, обсуждая вопрос выхода из этого положения, и водители, и руководство предприятия подчеркнули, что выходом может быть использование троллейбусов, которые Москва сегодня высвобождает и передает в регионы в связи с тем, что уходит вообще от использования троллейбусов, от контактной сети, потому что они переходят на электробусы. Мы обсуждали этот вопрос с руководством города Москвы и договорились, что порядка 50 троллейбусов Москва могла бы передать городу Саратову. Но в ходе обсуждения решения этой проблемы уже непосредственно с представителями трудового коллектива увидели, что этих 50 будет тоже недостаточно. В этой связи остановились на количестве 80 троллейбусов, которые необходимы для того, чтобы закрыть всю потребность. В этой связи обсудил вопрос с мэром Москвы, как только приехал из Саратова. И мы вышли на решение, что Москва передает городу Саратову 80 троллейбусов, как и вы просили, из которых порядка 50 троллейбусов будут выпуска 2016-2017 годов, то есть им будет 3-4 года всего лишь, в сравнении с нашими, которым 20-25 лет и более. Конечно, это подвижной состав, если хотите, совершенно другого уровня, и срок эксплуатации у него еще достаточно для того, чтобы работать и работать. 30 троллейбусов подберут где-то 2012-2013 года, но также ресурсы у этих троллейбусов есть для того, чтобы еще поработать несколько лет. А у нас это время будет использовано для того, чтобы принять участие в лизинговой программе и начинать закупать новые троллейбусы, с тем, чтобы обновление парка состоялось, и мы заложили основы для работы на будущее. Кроме этого, мы с мэром Москвы обсудили вопрос использования контактной сети. Это также была тема, которая поднималась на встречи, и могу вам сказать, что нам передадут контактную сеть, демонтируемая в Москве, вместе с 80 троллейбусами. Вот эти задачи мы должны решить в течение августа-сентября, после чего еще раз встретиться и поговорить о дальнейшем, модернизации предприятия городского электрического транспорта. Мы в начале пути, но нам необходимо как можно быстрее решить вопрос повышения зарплаты, это с 1 сентября, но и, конечно, чтобы в область поступили 80 троллейбусов для нашего городского электрического транспорта, а начнем модернизацию с Ленинского депо. Здоровья вам, хорошего настроения, но и как только будут приниматься новые решения, обязательно вас об этом проинформирую. Спасибо. Спасибо.